Всем привет, дорогие друзья, с вами Безруков Иван и сайт VideoSmile.ru. В этом уроке мы с вами поговорим о замечательном плагине, который называется Cinevere. Итак, этот плагин поставляется вместе с пакетом Adobe After Effects версии CC. На данный момент она последняя. Что это за плагин такой Cinevere? Данный плагин позволяет связывать проект Cinema 4D с проектом Adobe After Effects. Но мы уже занимались подобными, скажете вы, да. Раньше, для того, чтобы перенести данные проекта Cinema, мы перед началом рендера в настройках указывали данные экспорта в файл формата EAC. Сейчас я вам напомню. Открываем Cinema, заходим в настройки рендера. И здесь, если мы зайдем во вкладку Сохранить, то увидим здесь файл композа. Мы ставили галочку Сохранить, выбирали Adobe After Effects, включая 3D данные и сохраняли файл куда-либо. После чего, появлялся у нас в папке с рендером данный файл формата EAC. Этот файл надо было открывать в Adobe After Effects посредством дополнительных манипуляций и танцев с бубном вокруг директории Cinema 4D. Для того, чтобы AE понимал формат EAC, нам необходимо было кинуть в корневую папку с AE некий файл терабиблиотеку, который позволял AE, After Effects, открывать данный формат. Только после этих действий формат AEC стал пониматься Adobe After Effects. Сейчас же разработчики все кардинально упростили. Теперь нам не нужно всего этого делать. Благин Cinevere все сделает за нас. Давайте разберем его последующие шаги, как он работает. Мы создаем проект в Adobe After Effects, далее создаем слой с синемой, Cinema 4D слой, layer. Автоматически откроется установленная у вас на компьютере Cinema 4D, и там вы будете производить создание своего проекта. Далее сохраняем проект и видим, как он отобразился у нас в AE. Все, супер. Давайте я покажу все это на практике. Итак, что мы делаем? Мы идем в файл нашего, прошу прощения, в верхнюю панель вкладок нашего Adobe After Effects, далее выбираем New Composition, и здесь мы указываем настройки нашей композиции. Пускай наша композиция называется Tutorial. Формат нашей композиции я выберу HD 1280 на 720, ну и длина у нас, пускай по-молочанию 30 будет. Жмем ОК, замечательно. Что мы делаем далее? Далее нам необходимо создать слой, на котором будет помещен наш проект Cinema 4D. Мы идем во вкладку Layer и выбираем New, и далее самым последним пунктом у нас идет Maxon Cinema 4D File. Это новая опция, как вы уже заметили, она появилась естественно только в последней версии Cinema 4D, и мы недолго думая кликаем по ней левой кнопкой мыши. Нам автоматически предлагают указать, куда мы сохраним новый проект Adobe After Effects плюс Cinema 4D, но в нашем случае нам предлагают сохранить, конечно же, файл проекта Sinki. Что мы делаем? Мы указываем папку, куда мы хотим сохранить данный файл, я по умолчанию сохраню ее в директории моей документы. Назовем ее также Tutorial, нижнее подчеркивание, C4D, нажимаем клавишу сохранить, и автоматически у нас открывается Cinema 4D. Если этого не произошло, убедитесь, что она у вас установлена, потому что Cinema 4D у меня, конечно же, была заранее открыта, но тех, у кого она не открыта была по умолчанию, либо просто она была не открыта по вашей задумке, то она, конечно же, откроется, появится знакомое всем окно загрузки Cinema 4D, и после этого Cinema 4D откроется. Как проверить, что открылась именно она с вашим проектом? Посмотрите на заголовок и верхний бар вашего приложения, вашего Cinema 4D. Вы увидите, что название проекта соответствует тому, что мы с вами вбили. Tutorial, C4D, формата C4D. Супер. Что мы делаем далее? А далее мы сейчас создадим простенький проект. Давайте кинем в нашу композицию объект Землю. Кстати говоря, не удивляйтесь, что я в этом уроке работаю с русской версией Cinema 4D, но я думаю, многим это будет полезно. Итак, потому что полезно, с точки зрения, что многие из вас, конечно же, работают в After Effects с русской версией, и многие из вас не могут разобраться даже в двух соснах о том, как импортировать из синьки в AE, не говоря уже о том, что у меня кто-то спрашивал, как импортировать данные из AE в синьку. Я достаточно сильно удивился. Ну, ничего себе. Можно из AE в синьку импортировать. Ну, ладно. Проекты, оказывается, и там, и там читаются. Итак, создаем новый проект. Мы кидаем объект Floor, Землю, и давайте из примитивов мы найдем объект Sphere. Отлично. Давайте ее поместим чуть выше, и что мы здесь с вами делаем? А больше мы ничего здесь с вами не делаем. Мы кинем в нашу композицию объект камера, включим ее, нажимая на черный глазик напротив списка наших объектов в разделе напротив камеры. И что мы делаем далее? Далее мы заанимируем данную камеру. Мы включаем такую красную кнопку, которая означает, что идет автоматическая запись ключей. Ставим первый ключ. Переводим наш таймлайн на последний кадр, на 90-й. Пускай это будет, кстати говоря, не 90-й, а 120 кадров. Замечательно. Переводим на 120-й кадр, и перемещаем нашу камеру так, как бы она у нас должна была анимироваться. Ставим ключик, хотя можно было бы не ставить. Мы включили автоматический рекордер ключей. Мы видим, что появилась такая простенькая анимация, и все. Больше нам ничего не надо. Следующий шаг, который необходимо сделать, это сохранить данный проект. Что мы делаем? Мы с помощью сочетания клавиш Ctrl-S, либо просто идем в файл, сохранить. Нас спрашивают, этот файл был сохранен в версии 14, предыдущая версия, вероятно, не смогут открыть этот файл, хотите ли вы продолжить? Нет, я, пожалуй, все отменю, и не буду делать свой проект дальше. Конечно же, я хочу сохранить. Кстати говоря, я не понимаю, почему нас спрашивают, этот файл был сохранен в версии 14. В версии 14 у меня не существует на компьютере, так же, как и 13-й. И почему он спрашивает? Насчет 14 я уму не приложу, хотя работаем и в 15-й. Возможно, это какой-то баг. Конечно же, я хочу продолжить. Мы жмем клавишу Да, и далее мы переходим в Adobe After Effects. По идее, должна произойти автоматическая перегрузка нашего слоя. Если этого не произошло, крутоните таймлайн вперед-назад. Тем самым, ваш вьюпорт, ваше окно предпросмотра обновится. И мы с вами увидим непосредственно ваш проект в Cinema 4D через окно Adobe After Effects. Вот, собственно, и все, дорогие друзья. Мы с вами видим, что наша длина слоя формата CFD соответствует длине композиции нашей Cinema 4D. Давайте обрежем ее. Зажмем Shift. Здесь нам необходимо удлинить ее, конечно. Зажмем Shift, чтобы она у нас заснапилась непосредственно по нашей длине слоя правой клопкой мыши. И далее выбираем Dream Compter Work Area. Обрезать нашу композицию, наш слой по рабочей области. Если мы начнем бегать нашим ползунком по таймлайну, то увидим, что наш проект Cinema 4D отображается непосредственно во вьюпорте нашего проекта. Итак, давайте сейчас я нажму на предпросмотр в режиме памяти, RAM Preview, и мы посмотрим, как же он все-таки выглядит. Да, мы с вами видим, что наша анимация, но это полностью открытый проект в Cinema. Сейчас, как производится вообще данная анимация? То есть, как мы сейчас видим этот предпросмотр? Многие могут подумать, что данное окно, оно просто-напросто ставит некий мост напротив окна вьюпорта в Cinema 4D. И просто Cinema 4D транслирует изображение своего вьюпорта непосредственно к нам в АЕ. Это абсолютно не так. Это глубокое заблуждение. Как это работает? А Top After Effects открывает проект в синеньке. И просто-напросто посредством запущенной консоли, на заднем фоне мы ее, конечно же, не увидим, он просчитывает каждый кадрик. Каждый кадрик он, конечно же, просчитывает в том изображении, в том качестве, которое мы можем выбрать в разделе Render. По умолчанию стоит Software. Мы, конечно же, можем выбрать Final, либо Draft. То есть, такое фиговенькое качество. Но здесь мы углубляться в настройки, конечно же, не будем. Углубимся мы в настройки в кое-каких других уроках. Но сейчас самое главное, что стоит сказать, это полное взаимодействие параметров и файлов объектов Adobe After Effects, которые взаимодействуют, конечно же, с файлом композиции. Как это сделать? Если сейчас мы создадим некий трехмерный слой, он никак не будет взаимодействовать с данным проектом. Потому что сейчас мы видим не трехмерное изображение, мы не работаем сейчас с трехмерным изображением. Мы всего лишь отрендерили изображение и увидели результат моментально. Для того, чтобы взаимодействовать каким-то образом с параметрами Cinema 4D, с камерой, чтобы наши трехмерные объекты взаимодействовали и были помещены внутрь сцены, нам необходимо сделать следующее. В плагине Cineware от Maxon мы кликаем по кнопке Extract. После чего в нашу композицию импортировались все объекты, которые мы создали, которые у нас появились в синьке, а именно это файл камеры. Также, если бы у нас был источник света, источник света также поместился бы в наш проект Adobe After Effects. Итак, мы с вами видим, что появилась камера, она полностью соответствует движению камеры в нашей синьке. Мы с вами видим, что появилась камера, но мы также полностью крутимся вокруг одного объекта, то есть никакого превью нам делать не надо. Это хорошо, потому что мы работаем, повторяясь, с отрендеренным изображением. Теперь мы сможем какие-то либо объекты добавить в Adobe After Effects. К примеру, давайте создадим файл New Solid. И кинем сюда эффект Particular, TrapCode Particular. Великолепно. Давайте в настройках эмиттера мы создадим следующее. Добавим 1000 партиклов. Также мы укажем, что тип у нас будет Box. И помимо этого в Extraction Emission Extracts мы добавим несколько фреймов, чтобы они у нас появились заранее. В Emitter Size XYZ мы укажем по 5000 на каждую сторону. Супер. Итак, дорогие друзья, если сейчас мы можем покрутить наш таймлайн, то мы увидим, как наши частички взаимодействуют с нашим проектом. Давайте отрендерим и посмотрим. По-моему, великолепно. Согласитесь. Просто супер. То есть, смысл понятен. Мы буквально в несколько кликов импортировали проект из Cinema в Adobe After Effects. С помощью одной кнопки, скажем так, заэкстрактили параметры камеры. Камера появилась в Adobe After Effects. И с помощью этой камеры мы работаем непосредственно в трехмерном пространстве. Мы можем добавить сюда все, что угодно. Какой-то либо текст. Пускай он будет даже трехмерным. Он будет взаимодействовать с нашими объектами. Давайте сделаем следующее. Давайте сделаем качество нашей сценки чуть получше. Мы добавим источник света. Поместим его чуть выше. Правее. Можно чуть на нас. И в тени мы добавим мягкая тень. После чего мы сохраняем наш проект. Файл сохранить. Переходим в AE. И теперь мы видим, что все наши объекты, наши отрендеренные изображения, а именно зеленый таймлайн, который показывал нам, что мы работаем с сохраненными файлами, они у нас исчезли. Теперь нам придется заново рендерить превью. Но мы давайте в этот раз зарендерим превью уже с хорошим качеством. Перейдем в настройки слой нашего C4D. И в настройках плагина CineWay мы покажем следующее. Мы говорим в рендере. Мы хотим выбрать стендард Final. Вуаля. Мы с вами видим финальное изображение. Давайте попробуем сделать следующее. Мы, работая с плагином CineWay, мы можем перейти во вкладку Layer New Adjustment Layer. Многие из вас уже поняли, что теперь мы легко можем цветокорректировать абсолютно любой слой. То есть сейчас мы можем добавить немножко контраста. Вывести, к примеру, кривую голубых. Давайте сделаем ее в тенях. Сделаем голубые тени. Отлично. И теперь мы с вами видим вот такую красивую композицию. После чего мы просто так же, каким же образом мы рендерим изображение из Adobe After Effects. Переходим в Composition, Add to Render Queue. Давайте рендер в очередь. И рендерим наше изображение, как обычную композицию After Effects. Не переходя в Cinema 4D. Cinema 4D нам нужно только для, конечно же, создания трехмерного проекта. А рендер мы производим в Adobe After Effects. Но, конечно же, рендер также будет производиться на ядре, на движке Cinema. Но это не меняет того факта, что мы работаем сейчас в After Effects. Давайте сделаем превью нашего с вами проекта. И мы с вами видим, что в качестве Quarter, то есть 1 четвертое качество от финала, мы с вами видим, рендер идет достаточно шустро. И рендер идет на такой же скорости, на которой, если бы мы сейчас перешли во вкладку, прошу прощения, рендеринг, и здесь выбрали бы создать предпросмотр, либо на английском Render, Make Preview. И здесь бы мы указали 1 четвертое от качества 1280. Так, настройки давайте укажем, конечно же, HD. Сейчас вы увидите, какого качества сейчас рендерится у нас окно вьюпорта в Adobe After Effects. Давайте перейдем в рендеринг, сделать превью. Сейчас 1280 и 1 четвертое, то есть разделим на 4. Мы видим, что качество 320 на 180 сейчас рендерится в окне непосредственно нашего вьюпорта Adobe After Effects. И частота кадров 24. Если мы сейчас нажмем ОК, то с такой же скоростью будет у нас рендериться. Итак, мы с вами видим просто замечательный результат. Мы можем в режиме реального времени теперь добавить абсолютно любой объект. Напоминаю, что рендер у нас уже произведен. Мы накладываем слои цветокоррекции, трехмерных бликов, бликов камеры от какого-то либо источника света. И много всего можем наложить уже непосредственно на отрендеренное изображение. Вот, собственно, и все, дорогие друзья. Вот и подошел к концу наш урок. Я думаю, теперь мы поняли, что связка Cinema 4D Plus AE стала еще более доступной. А с вами был Безруков Иван и сайт VideoSmile.ru. Я надеюсь, данный урок вам принес очень-очень много полезной информации. Ну и, конечно же, не забывайте посещать наш сайт, оставлять вопросы на форуме. Да, кстати говоря, у нас появился форум уже достаточно давно. Не забываем его посещать. Подписываемся на канал на YouTube. И иногда смотрим группу ВКонтакте. Там частенько что-нибудь новое. Все, друзья. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok